Фестиваль колокольных звонов прошел в Сарове уже в пятый раз. Впервые участников и гостей принимали на территории возле нового храма святых царственных страстотерпцев. У фестиваля нет какой-то определенной периодичности, его проводят раз в несколько лет в конце весны-начале лета. В этот раз фестиваль приурочили к празднику Святой Троицы. Хотелось бы пожелать участникам фестиваля, чтобы это было запоминающе. И именно в каждом из наших сердца отложилось то доброе, хорошее, чтобы вновь и вновь хотелось собираться, слушать эти прекрасные песнопения. Традиционно на фестиваль в Сарове приехали в обстоянные участники – представители Московской школы звонарей во главе с Ильей Дроздихиным, которые поделились опытом с мастерами из других городов и показали слушателям всю глубину и красоту колокольного звона. Профессия «Звонарь» привлекает сегодня не только мужчин, но и женщин. Анна Выдрина из Саратова занимается этим ремеслом уже 10 лет. Как признается женщина, в профессию ее привела в первую очередь нехватка звонарей. Начав учиться у мастеров, Анна освоила это искусство и теперь сама руководит школой звонарей в своем родном городе. С детства мне нравилось это. Да любому человеку, русскому человеку очень хочется иногда постучать в колокола. Искушенный слушатель по характеру звучания сразу может понять, представители какой школы исполняют то или иное произведение. Есть московские, ростовские, ярославские традиции колокольного звона. Анна Выдрина придерживается традиции колокольного звона Поволжского региона. Она больше дополняющая благовест, то есть украшающая благовест. Потому что в колокольном звоне основной звук – это благовест. И вот его витиеватость, его кружева, окружающие этот благовест, вот это и есть саратская традиция. Украсили праздник колокольных звонов, выступление творческих коллективов Саровой, приглашенных исполнителей из других городов. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.